Почему поручень двигается быстрее ступеней эскалатора? Многие пассажиры метро не раз обращали внимание, что поручни эскалаторов двигаются быстрее ступеней, что заставляет людей время от времени переставлять руки. Есть мнение, что это сделано специально, из соображения безопасности. Если поручень двигается быстрее ступеней, на него будет проблематично опереться, облокотиться или поставить сумку. Кроме того, это помешает уставшим пассажирам уснуть. Но на самом деле все гораздо прозаичнее. Разница в скорости движения ступеней и поручней обусловлена конструктивными особенностями эскалатора. Лестничное полотно приводится в движение электродвигателем через редуктор. Им же при помощи дополнительных приводных блоков движутся и поручни. Приводные блоки поручней, грубо говоря, представляют собой большие колеса, скрытые в конструкции эскалатора в его начале и в конце. Из-за постоянного трения с резиной приводные блоки со временем снашиваются, а их диаметр уменьшается, из-за чего поручень начинает двигаться медленнее лестничного полотна. Чтобы увеличить ресурс приводных блоков и избежать необходимости слишком часто ремонтировать эскалатор, изначально колесо приводного блока поручней делают на 2% больше необходимого диаметра. Из-за этого поручень начинает двигаться быстрее ступеней. Нормативы допускают расхождение в скорости лестничного полотна и поручней в те же 2%. Такая разница считается безопасной. Косвенно по скорости движения поручней можно судить о новизне эскалаторов. Если рука едет вперед, значит эскалатор новый или недавно отремонтирован. Если назад, приводной блок износился, и эскалатору в скором времени потребуется ремонт. Движение поручня на одной скорости с лестничным полотном говорит о том, что эскалатор уже давно работает, но находится в хорошем состоянии. Таким образом, перилы эскалатора не всегда обгоняют ступени. Просто спешащие поручни встречаются гораздо чаще отстающих и параллельных. И это хороший знак, свидетельствующий об отличном состоянии эскалаторов, в частности, в московском метрополитене. К слову, иногда при производстве эскалаторов разницу в скорости ступеней и поручней действительно закладывают специально из соображений безопасности, чтобы отклонять тело пассажира назад при движении вниз и вперед при движении наверх, что позволило бы снизить травматичность при нештатных ситуациях. Этот подход актуален для эскалаторов с относительно невысокой загруженностью, например, в торговом центре, но в условиях перегруженного метрополитена это неприемлемо. Продолжение следует... Продолжение следует...